Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем курс по Unit Lab. И сегодня у нас седьмой урок. На предыдущем занятии мы рассмотрели, каким образом в сетевой топологии использовать VirtualPK-симулятор. На мой взгляд, это идеальный вариант виртуального компьютера, если, конечно, от него вам требуется только простейшие функции, вроде PIN или TRACE ROAD. Но весьма часто нам для макетирования необходима полноценная операционная система, например, чтобы воспользоваться браузером, установить Cisco SDM или настроить VPN-клиент. В этом случае VirtualPK-симулятор, конечно же, не подходит. На помощь нам придет сам VMware Workstation, внутри которого уже крутится Unit Lab. Ну, у кого-то, может быть, это ESXi. Это один из самых простых способов добавить в сеть виртуальный компьютер с полноценной операционной системой, будь то Windows, Linux, FreeBSD. Давайте рассмотрим алгоритм. Первое. Нужно создать виртуальную машину средствами VMware Workstation. Думаю, большинство, кто смотрит данный урок, конечно же, легко справится с этой задачей. От себя добавлю, что лучше иметь под рукой несколько виртуальных машин. Например, Windows 7, так как там есть браузер. Можно установить Cisco SDM, попробовать VPN с Cisco AnyConnect и другие популярные вещи. Потом, обязательно рекомендую иметь виртуалку Scali Linux. Это весьма популярный Linux дистрибутив, предназначенный для пин-тестов, то есть для тестирования на проникновение. Может, вы не будете пытаться что-то взломать, но в любом случае в этом дистрибутиве огромное количество утилит для тестирования сети. Сканер портов, генератор трафика, brute force и многое другое. Все это, безусловно, вам пригодится в будущем. Можете даже не сомневаться. Ну и, возможно, вам понадобится еще одна виртуалка с каким-нибудь минималистичным Linux дистрибутивом. Например, Tiny Linux, Papi Linux или Slitas. Что-то в этом роде. Понадобятся они вам, когда функционала VirtualPK-симулятора не хватает, а ресурсов мало и нужны легковесные виртуалки, где есть браузер, FTP-сервер и прочие мелочи. Далее по алгоритмам. Необходимо определить VMNet для виртуальной машины. Здесь тоже ничего сложного, на практике покажу. И третье. Добавить сетевой адаптер в Unit Lab. И определить его в тот же VMNet, что и виртуальная машина. Вот и все. Давайте теперь рассмотрим это на примере. Начнем мы с создания виртуальной машины. Я не буду подробно рассматривать установку Windows, так как там довольно долгий процесс, да и тема урока у нас совсем другая. Вы же можете использовать любой другой дистрибутив. У меня уже есть готовая виртуалка с Windows 7. Теперь, согласно алгоритму, нам необходимо определить VMNet для сетевого адаптера виртуалки. Но для начала давайте посмотрим, какие у нас VMNet уже есть. Переходим в Edit Virtual Network Editor. Воспользуемся режимом администратора, Change Settings. И видим, что по умолчанию у нас уже есть три VMNet. Это VMNet 0, VMNet 1 и VMNet 8. При этом VMNet 0 используется для типа адаптера Bridge, то есть сетевой мост. Данный тип адаптера используется, когда нам необходимо выпустить виртуалку в реальную сеть. Если помните, пятый урок, мы как раз воспользовались этой настройкой. Опять же, если посмотреть свойства виртуалки. Сейчас у меня включен NAT, а можно включить Bridge. То есть при включенном Bridge по факту используется VMNet 0. Также есть VMNet 8, он же NAT. То есть сейчас у меня используется именно он. И еще один, доступный нам, это VMNet 1, который обозначен как Host Only. То есть он используется исключительно в виртуальной инфраструктуре сети. К VMNet можете относиться как к виртуальному свечу. То есть если нам необходимо несколько виртуалок поместить в одну сеть, достаточно их определить в один VMNet. То есть как бы они подключены к одному свечу. Если нам необходимо изолировать виртуалки друг от друга, то, точнее их трафик, необходимо подключить их к разным VMNet. Если вдруг потребуется добавить еще один VMNet, делается это Add Network. И здесь большое количество их. Отлично. Значит мы для нашей виртуалки с Windows 7 определяем VMNet 1 в Host Only. И трафик данной виртуалки изолирован. Окей. Теперь далее по алгоритмам нам необходимо добавить в нашу виртуалку UNL еще один интерфейс сетевой. Сейчас у нас здесь один интерфейс. И если посмотреть в консоли UNL, то мы увидим, что активен у нас Ethernet 0. То есть первому адаптеру соответствует Ethernet 0. Добавим еще один. Add. Выберем Network Adapter. Next. И выберем VMNet 1. Host Only. То есть определим в тот же сегмент, что и виртуалка с Windows 7. Finish. Окей. Перезагрузим нашу виртуальную машину с UNL. Завогинимся. И теперь мы видим, что у нас добавился еще один адаптер Ethernet 1. Опять же, если посмотреть настройки ETC Network Interfaces, то мы увидим следующее, что Ethernet 0 сбриджован с PNet 0, а Ethernet 1 сбриджован с PNet 1. Эта информация нам необходима, когда мы будем в сетевой топологии UNL через веб-интерфейс добавлять данное сетевое подключение. Если помните пятый урок, то для того, чтобы выпустить UNL в реальную сеть, мы использовали PNet 0. В данном случае же нам понадобится PNet 1. Отлично. Запустим нашу виртуалку с Windows 7. Загрузилось. Теперь давайте зайдем в свойства сетевого адаптера. И, ну, в принципе, оставим такой же адрес. 10.10.10.2 Окей. Теперь подключимся к нашему UNL серверу. И создадим новую лабораторную работу. Пусть будет тест. Открываем. Добавим, во-первых, роутер. Пусть будет 17.10. Save. И добавим Network. А здесь мы как раз уже выбираем нашу PNet 1, которая соответствует VMNet 1. Теперь подключим к интерфейсу Ethernet 0 нашу сеть NET. Можем, кстати, дать ей более осмысленное имя, например, Windows ПК. Отлично. Готово. Запускаем роутер. Подключаемся. И теперь сконфигурируем на интерфейсе Ethernet 0 IP-адрес из той же сети, что и у нашей виртуологии. То есть 10.10.10.1. Открываем нашу виртуалку. Открываем нашу виртуалку. Включили виртуальную машину в VMware Workstation с полноценной операционной системой Windows. Собственно, что и было целью нашего занятия. Соответственно, если вам необходимо добавить еще один компьютер в виртуальную сеть, при этом трафик ее должен быть изолирован от этой виртуальной машины, то необходимо абсолютно по такому же алгоритму добавить в UNL еще один сетевой адаптер и определить уже в другой VMNet. Например, VMNet 2. На этом наше занятие можно закончить. Спасибо за внимание и жду вас на следующем уроке.